Ну что, сегодня уже была другая игра абсолютно по сравнению с игрой в Донецке, две игры сравнивать. Понятно, что у нас был другой состав, но и выводы сделали из той игры, которая была в Донецке. Я думаю, что два с половиной часа видео прошло на пользу все-таки. Так что, ребята, молодцы, кто сколько смог. Понятно, что еще есть люди, которые не готовы физически просто-напросто. Даже не на 90 минут, а на 45 минут. Тот же Кино Кост, тот же Курадо, 90 уже отыграл. Кино 75, хотя и 60 не выдержит. Ну и все, все. Паршевлюк первый раз играл больше 45 минут. Понятно, что по такой жаре тяжело. Такой темп держать, как держали сегодня ребята. Понятно, что товарищеская игра ничего не значит, так же, как не значила игра в Донецке. С точки зрения результата, с точки зрения игры, естественно, уже получше выглядели, что порадовало. Было видно по началу, прям с первых же минут матча, что Кариоко и активный Кост не всегда пускались отрабатывать оборону. У вас были ли какие-нибудь претензии в этом плане у вас по самодаче? Другую игру, наверное, смотреть. А я думал, что да. Претензий к ним не было никаких. Они должны были прессинговать выше Кушакова, что они и делали. Вопрос. То, что уже не первый раз пара в бакете в Центре обороны составляет раздалок, можно ли говорить о том, что он является в данный момент главным кандидатом? Кандидатами все являются. Из-за бакета тоже не забронировано место. Так как он играл сегодня в бакете, если говорить конкретно про бакета, то да. Если так, как он играл в Донецке, то, конечно, не играть не будет. Ни в бакете, ни кто угодно. Место никому не забронировано. И кандидаты все. Все, кто есть в команде, они все кандидаты на место. Да, пожалуйста. Сегодня показал команду очень свежую, хорошую игру. Насколько вы видите такую игру в сезоне? То есть, как вы ее осознете? Это такая игра, которую вы хотите видеть? Или она должна выглядеть какую-то игру? Ну, нет. Ты от товарищей играешь. Шахтер тоже играл товарищескую игру. Понятно, что если бы это был официальный какой-то матч, а Шахтеру, я думаю, по-другому выглядел. Нам еще надо прибавлять. Мягко говоря, не все было идеально. Движемся. Я думаю, что движемся. Пожалуйста. Вопрос такой. Жану Апанадидзе ушел в Ростов. Мне могли, пожалуйста, это прокомментировать? Да, переговорил так же Шану. Он сам хочет играть. Мы хотим, чтобы он играл, чтобы он рос. Он уже, по-моему, 2 или 3 года играет по 10 матчей за сезон. Связано со многими вещами, с его травмами, с конкуренцией. Поэтому понятно, что уже 21 год будет, и надо играть уже постоянно. Надежда на то, что он будет играть в Ростове постоянно. И прогрессировать так, как он должен прогрессировать. Пожалуйста. Тренерская бригада Шахтера отметила Павла Яковлевна как лучшего игрока. А кого бы выделили? Вы или почему? Мы тоже выделили пятого. В своей команде? Не хочу никого выделять. Я уже сказал, все молодцы. Кто-то хуже, кто-то лучше. Команда выглядела неплохо. А индивидуальные ошибки, естественно, они были. Если не было индивидуальных ошибок, и моментов бы не было никогда. Ни голов. Они были, есть и будут. В целом команда вся выглядела прилично. Выделять кого-то лично я не хочу. Может быть, кто-то удивил в положительном суде? Удивил? Да нет. Конечно, прям удивил. Порадовал Паршевлюк. Наконец-то за два года, по-моему, сыграл уже. Удивил. Удивил. Ну, может, так можно сказать, выразиться. Удивил Хуран. Тем, что выдержал 90 минут. Надо сказать, что кто-то удивил чем-то еще. Да нет. Не могу такого сказать. Есть вопросы? Вопросы по теме Дезерву. Нужен ли этот игрок в Спартаку? Надо бы с ним перерастаться? Нет. Мы уже говорили много раз, что не он не горит желанием оставаться в Спартаке. Не Спартак. Не горит желанием, чтобы он оставался. Будем искать выход из положения. А приглашение есть вообще? Ну, это некоторые. Ну, я откуда знаю. Все? Спасибо. Спасибо. Спасибо.